После трех поражений на старте сезона «Зенит» оказался в незавидном положении. Команда на самом дне турнирной таблицы, поэтому очки дружине Виктора Демидова просто необходимы. И набирать их надо, даже когда в гости приезжает один из лидеров чемпионата – Владивостокская «Динамо». Правда, надежды болельщиков сильно разошлись с реальностью. Не все успели занять свои места на трибунах, а гости уже открыли счет на первой минуте. И хотя пензенцы могли его сравнять, вновь подвела реализация моментов. Ну а соперники еще до перерыва удвоили преимущество. На самом деле сказать надо спасибо в первую очередь опытным футболистам в нашей команде. Они делают результат, они задают планку, которой молодежи надо стремиться и пытаться соответствовать. Все время на шаг вперед молодым футболистам делать. Второй тайм начался немногим лучше. Игрок «Динамо» вырвался один на один с голкипером «Зенита» и страж ворот пензенцев нарушил правила в своей штрафной. Ну а реализация пенальти была уже делом техники. В оставшееся время шансы на то, чтобы изменить счет, были у игроков обеих команд. Но опять лучшими воспользовались дальневосточники, которые еще раз отправили мяч в сетку. 0-4 «Зенит» терпит болезненное поражение, а «Динамо» в свою очередь выходит на первое место в турнирной таблице. Вот этот гол первый, он немножко нас, наверное, сломал, потому что более такая квалифицированная команда, она сразу за это цепляется, и она не даст возможности. Тем более мы побежали, раскрылись, и они побыстрее в скоростных качествах, чем мы. И вот эти пространства между линиями, они очень здорово заполняют, исполняют. И вот сразу прошло напряжение на наши ворота, и здесь ребята немножко, как говорится, не то что заволновались, а может быть, как бы немного сникли. И вот за счет этого мы проиграли. До следующего матча у «Зенита» остается еще полтора недели, а потому у тренерского штаба будет время на то, чтобы провести работу над ошибками. Ну а 10 августа дружина Виктора Демидова в Подмосковье встретится с командой «Химки-М».